А вы знали о том, что молочно-кислые бактерии уже присутствуют на овсяных хлопьях? Проще говоря, овсянка сама себя может заквасить. В итоге получается сметана. Самая настоящая и вкусная овсяная сметана. Я не использую для живой сметаны термообработку или закваску. Только овсяное хлопья длительной варки и воду. Один стакан объёмом 200 мл овсяных хлопьев заливаю двумя стаканами воды. Хорошо перемешиваю, накрываю и оставляю на 10-12 часов. Я это делаю на ночь. За 10-12 часов овсяные хлопья должны хорошо набухнуть. Теперь их можно измельчить погружным блендером. А затем процедить через сито и пропустить через жмых ещё стакан воды. Воду использую либо остывшую кипячёную, либо фильтрованную. Жмых не выбрасываю. Использую для сада, огорода или для масок красоты. В результате получились овсяные сливки. И добавляю 1 столовую ложку мёда. Переливаю их в стеклянную ёмкость. Накрываю марлей, чтобы был доступ воздуха. Примерно через 4-5 часов гуща отстоялась. Осторожно сливаю верхнюю прозрачную жидкость. Её уже можно пить. Она очень полезная. Густую часть перемешиваю и накрываю банку марлей, чтобы был доступ воздуха. И оставляю на 2 дня в тёмном, тёплом месте. У меня стоит в шкафу возле батареи. А для более насыщенного, кислого вкуса можно оставить на 3-4 дня. Овсяная сметана готова. Её можно есть или готовить из неё молочно-кислые напитки с различными добавками. Например, с ягодами или бананами. Можно добавлять в овощные салаты вместо обычной сметаны или есть так. Готовую сметану нужно хранить в холодильнике в стеклянной банке с закрытой крышкой. Такой продукт подходит людям с непереносимостью казеина и лактозы, соблюдающим пост или придерживающимся вегетарианской диеты. Сметана имеет кремовую фактуру и почти нейтральный вкус. Немолочную сметану можно употреблять как соус для овощных салатов. А если добавить в неё лук, специи и зелень, получится оригинальная сметанная заправка. Также из овсяной сметаны можно приготовить лечебный овсяный кисель. Возьмите 1 столовую ложку овсяной сметаны, смешайте в кастрюльке с 1 стаканом воды. Поставьте на слабый огонь, постоянно помешивайте и следите, как густеет кисель. Как только на поверхности появятся пузырьки, снимите с огня. Наиболее благоприятный напиток воздействует на нервную, иммунную, сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт. Напиток очищает организм от вредных веществ и насыщает полезными минералами. Овсяная постная сметана, по сути дела, это овсяная закваска. Она превосходно забеливает солянки, свекольники, щи. В пост овсяная сметана очень актуальна. Также получаются очень вкусные пшенично-льняные лепёшки в духовке. А вместо разрыхлителя или соды, использую овсяную сметану. Пишите в комментариях, кому интересен рецепт лепёшки. Сниму отдельное видео. Овсяной сметаной можно помочь печени и поджелудочной железе, вывести из организма токсины и тяжёлые металлы. А ещё, такая злаковая сметана чистит организм изнутри и нормализует микрофлору кишечника. Продукт содержит витамины группы В, витамины А и Е, оказывающие благотворное влияние на состояние кожи и волос и нормализующие обменные процессы в организме.